Би-мама Все, не врачи, можем разбираться в препаратах поверхностно, потому если дело касается лечения себя, а особенно своих детей, никакого самолечения быть не может. Все, что у меня в аптечке, это препараты, которые куплены и согласованы с моим врачом. То есть я знаю, как ими пользоваться, но что бы ни случилось, даже будучи опытной мамой двух детей, в любом случае я сначала вызываю педиатра, либо же звоню врачу и советуюсь с ним. Итак, давайте посмотрим, что же в нашей аптечке скорой помощи. Почему я назвала аптечку аптечкой скорой помощи? Потому что действительно, вот все эти препараты для того, чтобы решать срочные какие-то задачи со здоровьем. Ну, например, смотрите, отравление, тошнота. В первую очередь у меня всегда есть атаксил. Это сорбент, который вбирает токсины. И при сильной рвоте есть препарат домрит. Но ни в коем случае никогда его нельзя давать ребенку без согласования с врачом. Врач должен определить причину рвоты и можно ли ее останавливать. Потому что иногда рвоту нужно просто контролировать аккуратненько, выпаивать регидроном, водой, ромашкой и просто наблюдать, делая тест на ацетон, чтобы у ребенка не попер ацетон на фоне рвоты. Это может быть любая ротовирусная инфекция, может быть отравление. И отравление уже лечит врач препаратами. И если он считает нужным остановить эту рвоту, чтобы лекарства какие-то задержались у ребенка, он его назначает. Потому никакого самолечения. Акцентирую на этом. То есть, если у ребенка рвота, в первую очередь нужно понять, почему она у него. Если это токсины, организм их выбрасывает. То есть, если это рвота, организму легче от того, что эти токсины выходят. Но у детей иногда бывает неудержимая рвота. И тот случай, когда уже выпаивать поздно, нужно останавливать и лечить, вот тогда подключают этот препарат под контролем врача. Честно, я даже не знаю, сколько его нужно давать. Когда-то давно Настя его принимала в одном из случаев, когда у нее был ротовирус. Я звонила педиатру, говорила вес ребенка. Она мне говорила, можно нельзя принимать, не принимать. Если у ребенка рвота, тест полоски на ацетон, они должны быть всегда в аптечке. Потому как у деток ацетон скачет, у маленьких часто. И когда уже ребенок постарше и несколько этих ацетономических синдромчиков уже пережито, ты уже сразу видишь. Вот-вот-вот оно уже пошло. Выпаивается, выпаивается глюкозка и тоже педиатр в помощь. Но вы должны понимать, что вот этот ацетон есть и сколько плюсов. На тест полоски по градуации цвета это будет понятно. Средство скорой помощи при каких-то ранах или порезах. У меня остался вот такой замечательный антисептик, октонисепт после родов. Чудесный, мне он очень нравится. Брызгалка, удобно, любой порез, любая ранка. Хлоргексидин себе руки можно протереть перед тем, как эту ранку обрабатывать. Ну и тот же октонисепт побрызгать. Банально, бинт и пластырь для закрепления. В домашних условиях это все, что нужно. У нас есть витаминки. Витаминки для Насти, витаминки для Коли. Витамин Д я ему даю, потому как очень мало сейчас солнца. Иногда забываю, честно признаюсь, но стараюсь вспомнить об этом. Не все, что здесь лежит, у меня валяется, кстати, в коробке. Большинство из этих препаратов в холодильнике. Тот же самый домрит. И вот эти препараты, в частности, тоже. Просто я достала их сюда, чтобы показать вам. Итак, это то, что касается простуды. Нурофен – всем известный препарат для того, чтобы сбить температуру. Но вы должны четко понимать, что температура почему-то поднимается у ребенка. Правда ведь? Организм поднимает температуру для борьбы с вирусом. И не нужно спешить ее сбивать. Я понимаю, что страшно. Да, врачи советуют. 38,6 температуру снижаем. Смотрите по своему ребенку, советуюсь со своим врачом. Иногда ребенок в 39 горцует по квартире и кушает. А иногда в 38 лежит тряпочкой. Это зависит от причин этой температуры. То есть, в каждом конкретном случае принимается решение совместно с педиатром. Я знаю, как пользоваться нурофеном. Я знаю, сколько его нужно давать. Я никогда не спешу хвататься за этот препарат. Мы в любом случае стараемся выпаивать и давать организму бороться самому. Что касаемо еще простудных заболеваний. Вирусы, они же ничем не лечатся. Но у меня дети склонны к ларингоспазму. Но Настя, во всяком случае, да. Причем первый ларингоспазм у нее случился в 6 лет. Это когда ребенок не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот такая вот реакция. И ты уже не вольешь в него что-то противоаллергенное. На этот случай у меня всегда есть Берадуал. И используем его мы только через небулайзер. Тоже врач сказала мне количество капель. Причем звонили мы и ночью. Все это смешивается с физраствором. И ребенок дышит этим раствором. И ребенку становится легче. Тут нужно без паники делать все быстро и уверенно. Вот этот препарат в капельках. Я его храню в холодильнике. Также у меня есть финистил. У меня дети аллергики. Это наследственное, к сожалению. Ну, есть как есть. Оно нам не мешает как-то. Но капельки у меня финистила в аптечке есть. Ртутный термометр всегда на всякие случаи в аптечке лежит. Сколько бы каких других термометров у меня не было. И капельки в нос. Тут в принципе не суть важно какие они. Для чего и как я их использую сейчас расскажу. Если есть возможность не использовать какие-то сильные препараты химического содержания. Я стараюсь их не использовать. Давать возможность организму бороться самому. И потому капли в нос. Ну, сопли для чего-то же нужны. Они почему-то текут. Я считаю, что когда у ребенка сопли, нужно просто увлажнять слизистую и вышмаркивать. Если это старший ребенок. Если младший, как-то эти сопли вытаскивать аккуратно соплиотсосом. Но иногда, вот сейчас у Коли сопли, катастрофические на фоне зубов, я капаю ему несколько капелек в носик на ночь. Он ночью часто кушает грудь. Если у него забит нос, он просто не может кушать. Начинает страшно плакать. Конечно же, никто не спит. Потому приходится капать. Но это один раз в сутки. И то, вот вчера я не капала, потому что вижу, ну дышит. Можно не капать носик. Носик работает. То есть, банка с физраствором у меня всегда есть. Я шприцом обычным просто втыкаю иглу, достаю. И потом дальше просто обычным шприцом без иголки промываю ребенку носик. Либо же готовлю раствор для ингаляции. Кстати, ингаляции от кашля я делаю только с физраствора. Просто физраствор увлажняем и кашляем. И дренажный массаж. Но это тоже меня учил педиатр. Показывала, как делать, сколько делать, сколько раз. То есть, самолечение враг ребенка. И по поводу нашей нынешней ситуации с Колиными зубами и катастрофой. И я вам скажу, что благодаря вот этому препарату мы обошлись без всего остального. Потому как я очень люблю виберкул. Это свечки. Мне удобно обходиться свечками с коляхой. Препарат натуральный, немецкий. Мы давно используем. Я еще с Настей виберкул использовала. Сейчас открою, покажу свечечки. Он противовоспалительный. И вот когда у Коли полезли зубы, я оценила, конечно. Вы видите, мне не хватает три свечечки. Это три наши спокойные ночи. Когда я вспомнила об этом препарате, поставила ему эти свечки, мы смогли спать. Он не плакал так зверски. И был абсолютно спокойный. Я даже не мазала ему никаким гелем десна. Ну, то есть, если какое-то вирусное заболевание, потекли сопли, субфибрильная температура. Это даже если высокая температура, там, до 38-38,5. Первое, что я дам ребенку, я дам ему свечечку виберкул и дам ингистол. А потом дам много пить чая, компота. Если пьет не так много, как мне хочется, могу дать какой-то регидрон электролит. Потому как выпаивать ребенка при температуре это первое и важное. И наблюдаю. И вызываю педиатра на утро. Я боюсь советовать какие бы то ни было лекарства. Но вот с виберкулом я могу спокойно быть абсолютно. И говорить, что у мамы он должен быть в аптечке. Потому как препарат натуральный. Препарат проверенный. Его можно с рождения деткам давать. Значит, хорошее лекарство. Значит, ничего опасного в нем нет. Я просто по наблюдениям смотрю по коляхе. Действительно, он стал спокойнее. И мне кажется, вот на фоне ОРЗ, когда я ставлю деткам эти свечки, они быстрее выздоравливают. И еще сама форма свечки. Не каждый ребенок сможет проглотить сироп. Настя вообще не могла проглотить сироп. К коляхе можно влить какое-то количество. Ну, надо, конечно, показать синий трактор. И так отвлечь сильно внимание. Со свечкой все намного проще. И еще чем проще мне. Вот поставила я ему виберкул. А если это какой-то очень сильный вирус, вдруг у него подскочила температура, я вторую свечку уже ему не поставлю, я могу теперь использовать сироп. Но этот препарат, он не вступает в реакцию с другими препаратами. То есть его можно использовать. Он просто помогает организму бороться, его защитным силам победить вирус. И мне кажется, и вот в те времена, когда мы ставили виберкул, у нас не было осложнений каждый раз. То есть могу советовать, да. Ну, могу еще посоветовать вот такой вот препарат. Он у меня в аптечке всегда. Я принимала ангистол, и вот когда я была беременна Настюхой, и коляшкой, но с коляшкой меньше. Он на несколько месяцев пропал, был на перерегистрации. И я, вы знаете, почувствовала, что этого препарата нет. Потому как, ну вот я меньше болела, когда я принимала его просто как профилактику. И вот на фоне любой вирусной инфекции, я в первую очередь Настюхе всегда давала ангистол. Мне кажется, она быстрее выздоравливала, когда принимала этот препарат. На всякий случай я его купила сейчас, потому что вирусов куча. Сейчас это эпидемия, Настя на карантине, и вот хочется ребенка как-то защитить. Вот это то самое основное, что есть в моей аптечке. Ну, и ангистол можно принимать мне кормящей грудью, если вдруг у меня потекут какие-то сопли, или я подцеплю какой-то вирус. То есть это удобно. А почему, вы можете спросить, в моей аптечке нету никаких препаратов противоожоговых? Потому как первая помощь при ожоге – это охлаждение поверхности, не ледяной водой, но прохладной водой около 20 минут и больше. Это самое первое, что нужно сделать, а дальше стерильная повязка. И смотреть уже по самому ожогу. У Насти был очень сильный ожог ноги. Мы знаем, что там тоже самолечение вылазит боком. Бабушка пыталась двое суток Настю лечить понтенолом. Это нам вылилось в 3 недели перевязок, в здоровенную рану, накладывание сетки, стерильные обработки. В общем, не делайте так. Лучше сразу обратиться всегда к врачу. Я уже 300 раз это повторила, но поверьте, это важно. У нас такая нация. У нас все любят лечить себя сами. Все такие умные и знают больше, чем врачи. Но нет. Нет. Берегите здоровье свое и своих близких и родных. Конечно же, у меня еще есть определенное количество препаратов в коробке, которые там лежат, которыми мы лечили Насте. Ушки, даже какой-то там антибиотик. Хотя мы против этих лечений, когда они не показаны. Чтобы назначать антибиотик ребенку, нужно сдать анализ крови. И посмотреть, она вирусная или бактериальная. Если она чисто вирусная, то антибиотик противопоказан. А у нас его просто часто назначают, даже профилактически часто сами себе. Жаль, что его продают без рецепта. То есть этих препаратов, конечно же, я вам не покажу. Препараты для лечения боли в горле тоже. Их назначал врач. Мы их покупали. Их остатки валяются в аптечке. Это не значит, что я могу их советовать. Они были назначены в нашем конкретном случае. Слушал, как Лена рассказывает вам про самолечение. Не выдержал еще один мой опыт. То, что я знаю, то, что я слышал. У нас есть группа футбольная. И там, в общем, разговор примерно такой. Ребят, у меня температура 37,6. И не знаю, буду ли я завтра на футболе, потому что почки побаливают. И следующее буквально сообщение. Пей аугментин. Это антибиотик такой. Пей аугментин. У меня было то же самое, только температура 39,7. Это есть такая фраза. Рука, лицо. То есть мне нравится вот это вот то же самое, но вообще по-другому. То есть температура 37,6 и 39,7. Это совсем разные температуры. И их может давать разные болезни. Заболевания, инфекции, все что угодно. Просто если там действительно почки, но там не инфекция для антибиотика, а какое-то нарушение, аугментин может убить эти почки. А вдруг? Представьте себе. И дальше только диализ. Никто не подарит новую почку. А еще давайте взвесим друг друга и поймем, что один весит, допустим, 60 кг, а второй 120. Не показывай на меня, когда ты это говоришь. На себе показывай. Хорошо, один 60, а второй 120. И разница может быть невероятная в дозе. Если мои 120 дозу дать 60 кг, то прощай, закончим. Дорогой друг. Что же касается и деток. С детками вообще дозировки лекарств по весу, по возрасту. Не играйтесь в это сами. Да, мерные ложечки и шприцы всегда должны быть дома. Назначение врача. И только так. В принципе, вот по озвученной Димой причине, я и не показываю взрослую нашу аптечку. Она достаточно обширна. В ней есть лекарства для бабушки, в ней есть то, что можно принимать мне, Диме и так далее. Это все спрятано на высокую полку, чтобы дети не достали. Вы же понимаете, да, что аптечку надо всегда прятать от детей. Чем дальше, нигде не оставлять никогда ничего. В худшем случае ребенок может отравиться, тоже в плохом случае подавиться. Ну, это понятно. И это к вопросу самолечения. В аптечке люди хранят действительно адресные препараты. Советуйтесь с вашим врачом, дабы не попадать в печальные ситуации. Будьте, пожалуйста, умны и здоровы. Вот такая вот у нас есть спасительная-спасательная коробочка. Пишите в комментариях, возможно, что-то стоит приобрести мне. Возможно, что-то стало для вас полезным и интересным из того, что я посоветовала. А дальше влог. Это каляха смотрит на морских свинок. Пытается до них добраться. Свинки демонстративно отвернулись и делают вид, что Коли нет. Свинятки. Это наши морские свинки. Это тигр. Который был на моем канале. И сардели. Да. Еще раз, если вы забыли. Это тигр и сарделечка. А это охотящийся за ними Коля. Я рассказывала про аптечку. Сейчас, наверное, тогда скажу про безопасность животных от детей. Он так хочет их схватить. Что мне кажется, что они этого не переживут, если он их схватит. Мы стараемся ему показывать их, но в руки мы их ему не добьем. Кто-то там пытается плакать, потому что страшно хочет схватить свинку в руки. Но мы следим, чтобы этого не произошло. Потому что я думаю, что маленьким деткам хрупких животных давать нельзя. А свинки все-таки хрупкие животные. У них такие классные ушки. Они селфи. Там, наверное, какая-то смесь. Мы их купили года четыре назад, да, Настюх? Ну или пять. Да нет, не пять. Надо посмотреть. У нас в интернете есть письмо от заводчика. Они братики. Родные братики. Два мальчика. Мы их брали специально вдвоем, чтобы им не было скучно. Они очень ласковые, очень хорошие. Очень нежные такие свинята. Конечно, за ними больше ухаживает бабушка. Она меняет им письюары. Она им дает кушать всякие вкусняшки. Я им вчера такое вкусное-вкусное сено купила. Пахнущие, как летний лук просто. Ай, такие хорошие. Они такие милашные. А сейчас покажу, почему тигрик и почему сарделька. Теперь понятно, почему он тигр, да? Вот такая мордочка хорошенькая у него. И вот эти тигринные полоски. Хороший такой, хороший. Ты хорошенький мой. Ты хорошенький такой. Они хорошенькие. Он может на руках заснуть. И, кстати, вот они как-то не гадят на руки. Возьешь, берешь на ручки, вот себе там сидит у тебя тихонечко. Кто-то уже идет охотиться за свином. Нет, 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 нет. А теперь я покажу, почему сарделька сарделька. Во-первых, гляньте, какой у него замечательный шахматный животик. Здесь светленькая, здесь темненькая. Здесь темненькая, здесь светленькая. Такой чудесный пус. И он такой длинный, как сарделька. Вот не знаю, он сейчас толстенький, а был просто длинный. Ну его так и назвали. И у него такой красивый нос вот этот с треугольничком. Иди, пускай, его он не очень любит так. Хороший. Настюха любит своих свиней. Нам все говорили, не берите ребенку свинок. Она не будет ими играть. Играет. Да, Настюха? Угу. То есть, вы понимаете, не муха единой. То есть, у нас еще есть домашние любимцы, кроме мухи. Есть еще улитки. Мы вам тоже их обязательно покажем. Пока что мы не планируем заводить собачек или котов. Потому как мы живем на съемной квартире. Хозяева против имеют право. И я понимаю, почему действительно кошка-собака может испортить имущество. Да, это правда. Как бы за ними не смотреть. И пока, в принципе, мне не очень сильно хочется. Мне хватает двух детей. Вот, вызывает человек. Требует к себе внимания. Пока я еще не готова к каким-то другим живым существам в этой квартире. Как-то так себе выразилось, но как есть. Я с Колей обнимаюсь. Первый раз. Совсем первый? Он обнимает меня и приложил. Первый раз так мило обнимаемся. Он действительно так не прижимался еще к тебе. Ну, первый раз. Если ты еще бабушка увидит. Бабушка во влоге посмотрит. Да. Да, посмотри, посмотри. Масковый. Смешной. Мы вышли прогуляться. Куда бы это. Как бы и видно. Как бы да, как бы и заметно. В магазин. Решили купить продуктов. Вроде ничего особенного не надо, но что-то и хочется. Купили сладкого, но из того, что можно. Купили молочного. Коля купили творожок дать. Ему сегодня 9 месяцев. Я думаю, что можно уже давать ему творожок. Попробуем. Попробуем начать. Купили вкусный сыр, покажем какой. Очень вкусный сыр. Идеальный ужин. Вот если бы было много денег, мне кажется, я бы только так и питалась. Но сейчас зимой покупать овощи и листья салата, это, конечно, катастрофическая нагрузка для бюджета. Но иногда очень хочется. Заправляю маслом. Мужики смотрят футбол. Дима уже приобщает к своему главному увлечению и отдыху. Футболизируемся с коленом. Учит его набивать головой. Радости-то сколько. Скажи, я сбежала от набивания головой. Мама, помоги. Нет? Все нормально? Все нормально. Он только проснулся, но уже сразу в футбольной тактике его папа подключает. Но он смотрит, ему интересно, он наблюдает там что-то. Кстати, обычный гелевый шарик. Это наша игрушка уже несколько дней. Он вот привязан к грузику в виде льва. А чего ты? Что такое? Кто снимает мой шарик просто так? Прости, пожалуйста, Коленька, я не спросила разрешения твоего. Можно поснимать твой шарик? Можно? Ой, скажи, шарик. Это вообще такое удовольствие. У нас на днях у Коли в руках лопнул шарик. Причем лопнул громко. Мы с бабушкой подскочили, ухнули. Николай взял только что папу на Одессу. Шариком я переборщил, по-моему. И он даже не моргнул. Мы очень боялись, чтобы он не испугался. Ну, что, нормально. Игрыны. Скоро буду бегать с мячом в футбол. Да, собственно говоря, это про Дима на увлечения. Дима очень любит футбол. Он любит в него играть, он любит его смотреть. И когда Дима смотрит футбол, дома никто не смотрит больше ничего. Потому что это святое. И мы даже не спорим. Да, Настюх? Угу. Муха, кстати. Вы все спрашивали, как же муха, как же муха. Да, Дима у нее поубирал. У нее чистенько. А где она? А вон она сидит у нас. Вот. Тут наверху, да. С ней все нормально. Мы сейчас ей бросим какой-то кусочек сыра или сосисочки, потому как я не думаю, что яблоко ее сильно радует. Ну, а ее чистенько. Сосиску дай мне. Сосиску? Вот такую вкусненькую, которую ты любишь? Да. Ты готова с мухой делиться сосиской? Это мое животное? Ну, да. Не поспоришь. Муха вообще на самом деле ей повезло. Мы не можем ее выпустить на улицу. У нас скоро будет на улице, говорят, минус 20. А мы ее отпустим, когда будет лето. Настяка, если она доживет. Я не думаю, что мухи живут так долго. Или весной. Ну, в общем, пока живет и хорошо. А я вам еще не показывала палисадник свой. Что ты завял-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это мои вазоны. Вот такие вазоны я люблю. Папа передал нам лук. Ну, вот откуда лук знает, что скоро весна? Вот он себе лежал-лежал, а тут раз. И начал сразу же расти. Мне кажется, что вот красота и толщина этого пучка зависит от силы луковицы. Она была такая плотная, твердая, а сейчас уже вот так, видите? Как будто из нее с силой соки уходят вверх. Да не как будто бы, так есть, наверное. И тут есть палисадничек. А вот эта луковичка, она была такая слабенькая. И вот и выросло из нее такое. Все остальное растет красиво. Я уже жду, когда я это все в салатик заберу. Вы спрашивали, плачет ли Коля? Ой, ты, Коля, хочет спать. Вот так это выглядит обычно. Может выглядеть долго, потому что, чтобы не было долго, я иду его укладывать. Иду, я иду. Все, 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 иду. Укладывание Коляхи – это отдельный квест. Никогда невозможно предсказать, во сколько Коля заснет сегодня вечером. Он потихоньку переходит вместо трех снов на два сна. И его второй сон иногда заканчивается в 9 часов вечера. И тогда раньше 12 его уже не уложить. Ну, пока я просто жду. Я знаю, что так всегда не будет, и все изменится. Вот сегодня он заснул в 11. И это прекрасно. Но, правда, он уже два раза меня вызывал подкушать. Спит он достаточно неплохо. Дальше больше, дальше лучше. А мы, абсолютные совы, продолжаем сейчас ночью монтировать влог, общаться и пить чай. Это была BeMama с нашим влогом и небольшими рекомендациями. Вначале лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Несмотря на то, что с каждым днем подписчиков становится все больше, я вижу это добавление, и это очень приятно. Значит, вам интересно, если вы с нами. Оставайтесь на нашем канале. А мы будем делать все возможное, чтобы было еще интереснее. Пока.